МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зачем последние стали крушить машину оппонента? Покажем, как радость футбольных побед затмила окружающий мир для молодого человека. Я отдыхал, справлялся, но уже победу России. И к чему это привело? А также ЧП районного масштаба. Мусина, где мечеть затопило, горячей водой вырвало. На улицу Чуйкова ликвидируют прорыв трубы горячего водоснабжения. Это и не только. Прямо сейчас. Разборки и выяснения отношений прямо на дороге. На проспекте Победы пассажиры автомобиля Бриллианса, за рулем которого была девушка, стали предъявлять претензии водителю Шевроле Нивы. Суть их недовольства мужчина не понял, но решил на всякий случай не связываться, даже когда они разбили зеркало его автомобиля. Водитель Шевроле был с женой, а нападавшие, как он предположил, были нетрезвы, и их было гораздо больше. Но остановиться все же пришлось прямо посреди дороги. Рамин Шайдулин узнал, чем все закончилось. Не мешал, ехал тихонечко с женой домой. В чем причина негодования людей, находящихся в автомобиле Бриллианс, владелец Шевроле Нивы понять не может. Но свои недовольства мужчины и пассажиры китайской иномарки сначала высказывали словами, а затем и руками. Результат – разбитое зеркало заднего вида. Выскочили, сломали зеркало и сказали, как вы ездите. Все ехал по своей полосе, никому не мешал. Они догнали его по соседней полосе, говорит мужчина, и пытались остановить и все же выяснить отношения. Здесь на светофоре остановились, говорят, прижмись вправо. А что прижиматься вправо? Хотел прижаться вправо, поток машин идет. Он выхватил у девушки руль, вот этот товарищ, который ходит здесь. Ну и вот я еле удержал машину, не перевернулись чуть-чуть, вот и все. По предварительной версии, именно здесь машины и столкнулись. Удар пришелся в правое заднее крыло китайского автомобиля по касательной. Тут и вызвали автоинспекторов. Свои действия и суть претензий к водителю «Шевроле Нивы» пассажиры «Бриллианца» озвучить не пожелали. А что произошло по вашему мнению вообще? Слушай, товарищи, вы меня слушали, не будьте, ладно. Свои же действия и действия людей из китайской иномарки водитель «Шевроле Нивы» готов и объяснить, и подтвердить с помощью свидетелей. Есть свидетели, которые человек видел все это дело, оставил свой телефон, я, говорит, все это за этим наблюдал, ехал сзади за вами, вот и все. Чуть позже на место происшествия пришлось вызвать и медиков. У мужчины стало плохо с сердцем. Такой эмоциональный стресс был ему противопоказан. Сейчас в произошедшем предстоит разобраться автоинспектором. Рамин Шайдулин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Ослепленный счастьем футбольных побед, молодой человек попал под колеса иномарки на перекрестке улиц Качалова и Ипподромная. Шел, как потом признался, на красный свет и не видел ничего вокруг. Радость от победы сборной России над Испанией затмила все и не возвращала мужчину к реальности уже два дня. Поэтому и претензий к водителю никаких не имел, и несмотря на полученные им травмы. О чем и рассказал Славатому Хмадулину. Я отдыхал, справлял снова победу России. Парень рассказал, что уже второй день подряд с друзьями отмечал победу сборной России. Никак не мог нарадоваться. Эмоции подстегивали и другие матчи чемпионата. Рассказывает, после параллельного с игрой бурного застолья и победы команды Бразилии понял, что силы радоваться и возможности принимать горячительные у организма заканчиваются. Потому и решил пойти домой спать. Но так контролировать окружающую обстановку, как футболиста, не может. А имеющиеся навыки резко уменьшило выпитое. Вот, переходя дорогу, и не заметил летящий на него автомобиль. Увидел транспортное средство только тогда, когда уже лежал на его капоте. Это была аннексия. Стопудовая аннексия. Потому что у меня у самого аннексия, я это знаю прекрасно. Очевидцы поспешили вызвать полицию и скорую помощь. То, что получил травму, пострадавший не скрывал. Но не придавал им особого значения. Ну, холенка, локоть такое. Ну, просто увидели проходящие мимо люди, вызвали полицию сразу же. То есть я лег, я не мог встать, они подняли, я снова же встал. Врачи осмотрели молодого человека и уже было хотели его госпитализировать. В том числе и для выявления возможных других травм. Но молодой человек от этого категорически отказался. Говорит, сам виноват. И намекнул, что это заслуженное наказание. В том, что пытался перейти дорогу на красный, заявил сразу и громко. Поэтому и к водителю претензий не имел. Вы, то есть, претензий никаких к водителю не имеете? Нет, никаких, потому что я шел на красный свет в любом случае. То есть, вину вы свою признаете в этом плане? Но никто из очевидцев не стал исключать возможность, что он сам еще обратится за помощью к медикам. Когда эйфория от футбола поутихнет, а действие алкоголя сойдет на нет. Слава Тухмадулина, Фесса Минязева, Константин Бушуев. Вызов 112. Автомобиль без водителя сбил насмерть пожилую женщину сегодня утром в Елабуге. По предварительной версии, пенсионерка вышла с покупками из торгового центра на улице Пролетарская. Переходя дорогу, она попала под колеса Hyundai Solaris. В момент столкновения в салоне иномарки отсутствовал водитель. По рассказам очевидцев, девушка оставила машину на ручном тормозе, а сама пошла за покупками. Ручник оказался слабым, и автомобиль покатился по дороге, сбив пешехода. Женщину попытались спасти, однако она скончалась в карете скорой помощи. Три человека пострадали в результате серьезной аварии в Альметьевском районе. Этой ночью на пятом километре трассы Альметьевск-Лениногорск возле села Верхняя Мактама перевернулась с жигули седьмой модели. По предварительной версии, 19-летний водитель отечественной легковушки превысил скорость, потерял управление и опрокинулся в кювет. Молодого человека госпитализировали с переломом ключицы. Его 19-летняя пассажирка получила открытую червно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Другая девушка закрыты и переломы лонной кости. Автомобиль восстановлению не подлежит. Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор так называемой «банде Урмацкого». Криминальная структура впервые дала о себе знать в 2008 году и прославилась налетами на букмекерские конторы, ломбарды и торговые точки. Злоумышленники годами скрывались от следствия благодаря тщательному планированию преступлений. Что решил суд, расскажет Айрат Назипов. На приговоре суда сегодня присутствовали родственники подсудимых. Они тщательно скрывали свои лица. Такой же тактики придерживались и обвиняемые. По версии следствия, созданная 10 лет назад, банда налетчиков наводила ужас на владельцев ювелирных и продуктовых магазинов, ломбардов и букмекерских контор. Орудовали не только в Казани, но и в Арском, а также в Полтасинском районах. Злоумышленников не могли долго поймать, так как они тщательно планировали свои ограбления, прятали лица и делали все, чтобы не оставлять следы. Как считает следствие, все подсудимые имели четкую роль при нападении. Водитель оставался в машине, второй участник контролировал ситуацию ухода, а остальные, как правило, от двух из четырех человек, совершали налет. Порой не обходилось без пострадавших. По материалам уголовного дела, во время одного из ограблений обвиняемые схватили женщину администратора за волосы и несколько раз ударили головой о пол и дверной косяк. При другом налете применили газовый баллончик. Все попытки помочь пострадавшим просекали на корню, открывая стрельбу из травматического пистолета. В ломбард забежали трое неизвестных парней. Один угрожал мне пистолетом, двое разбивали витрину, где висели золотые изделия. Они начали бить ее, они ее как бы разбить не смогли. Они отогнули витрину и похитили золотые изделия. Как установили оперативники, в арсенал группы входило как травматическое, так и огнестрельное оружие. Это ПМ, ТТ, а также пистолеты страж и ОСА. Как правило, сумма похищенного варьировалась от 50 до 60 тысяч. Таким образом, в общей сложности им был причинен ущерб на сумму 3,5 миллионов рублей. После задержания в отношении подсудимых было возбуждено сразу несколько уголовных дел. В зависимости от роли каждого их обвиняли в незаконном приобретении, хранении оружия, разбоях, кражах и бандитизме. В итоге суд назначил пятерым подсудимым от 5 до 16 лет лишения свободы. Лидер группы Максим Урмацкий был приговорен к 17 годам лишения свободы. Еще один член группы заключил со следствием досудебные соглашения. Ранее его приговорили к 7 годам в колонии общего режима. Айрат Назип, Фадель Малахметов, Вызов 112. Как минимум до утра будет закрыт проезд по улицу Чуйкова на участке от Бондаренко до Мусина. Все это время жители 41-го дома 17-го квартала будут лишены горячего водоснабжения. Причиной всему прорыв магистрального трубопровода на Восовиновского района. Кадры затопленных кипятком улиц сегодня заполнили социальные сети. Успеют ли золотать дыры и надолго ли этот вынужденный ремонт, выяснил Станислав Яковлев. Мусина, где мечеть затопила горячей водой, вырвала. Не пройти, не проехать. Кадры потопа мгновенно распространились по социальным сетям. От случившегося в жар бросило коммунальщиков. Были планы менять этот трубопровод в этом году. Ему ни много ни мало, уже 35 лет. Хотели сразу после Мундиаля, но труба ждать не стала. Мы приносим свои извинения жителям Новосовинского района, квартала 17. Жители четырех десятков домов 17-го квартала до завтрашнего утра остались без горячей воды. До этого времени рабочие надеются золотой дыру, говорят, все необходимое для этого есть. И выражают благодарность автоинспекторам. Вовремя перекрыли дорогу. Это сильно облегчит ремонт. Проезд по улице Чуйкова от Бондаренко до Мусина будет закрыт на все время работ. Временно изменилась система движения общественного транспорта. Автобусы следуют по улице Голубятникова. Жители 41 домов 17-го квартала просим потерпеть, набраться терпения. К утру мы уже дадим. Этого ремонта должно хватить на несколько дней после завершения чемпионата. Видимо, на этом участке приступят к капитальному ремонту. Станислав Яковлев, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова